МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо, компания Гомелю, студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Подяковать за працу, уречицы прошли областные дожинки. Святкуюсь новоселье в Гомельском районе, шмодетные семьи отримали кватеры. Чистая вода в Брагинском районе появилась станция без железвания. Грация и прыгажостью. Дельницы конкурса «Мисс Гомель» рыхтуются до финального шоу. А зараз об этом и иншим больше подробно. Выстава сельско-господаршей техники, работа подворков, выставы дегустации селетней продукции и узнагородживание працуников аграрного комплекса. Уречицы прошло областное свято дожинки-2019. Кто в этом году отримал стушку пероможцы, ведут наши корреспонденты. Работы на палетках практически завершены, а тому можно подвести выники сельско-господарчего года. Собраны 692 тысячи тонн сбожжевых и зернебобовых культур. Значный уплыв на селетний ураджай оказала весеннелетняя спякота, а линия, глядяши на это, собрали на 11% больше леташнего. При этом в Мазарском районе ураджай зерневых появился у двоя, у Нараулянским на 80%. Самая высокая ураджайность – амаль 30 центнерозгектара – у Реческин районе. Погодные условия не позволяли. Мы 1 июля получили такой большой штормовый удар по нашим зерновым культурам. Но мы выстояли, наши механизаторы, растеневоды, животноводы достойно справились с теми трудностями, которые были. Ну и будем продолжать нацелены на то, чтобы увеличить производство в следующем году. Все летняя жниво вызнашила новые прозвища передовиков. У 188 экипажа намолот тысяча и больше тонн зерня. Два экипажа намолотили свыше 6 тысяч тонн. При этом сирот экипажа у тысячников 23 – молодежные. Приходим к 7 утра, обслуживаем комбайны, продуваем, заправляемся, чистим. Ну и обычно, как погода позволяет, пока роса не ляжет. Может быть, и до 12 иногда получалось. Пераможцы по вытворчасти зерня селеты на Гомельшине вырышили не вызначать. Сирот господарок лепши по гэтым пакашчаку – Саугаз-комбинат «Зара» Мазырского района. Лепши старший комбайнер – Василь Коваль, загарок комбината «Холмич» Реческого района. Лидер сирот-водителя по перевозце зерня – Владимир Бондаренко – СКСУП «Велятин», что на Хойникшине. Что тычется в творчасти продукции «Живелогадоле» – тут пераможцы названы Мазырский район. По словам керавництва региона, особливых секретов по успеху нема. Необходно добросумленно працовать, не порушать технологии и добро доглядать за «Живелой». За имена до ухода и кормления. И у наших людей это получается, потому что они очень ответственно относятся к порученному участку. И добавляя каждый год, позволяют себе наращивать и объемы производства, и объемы реализации. Это прежде всего их заработная плата. И сегодня с уверенностью можно сказать, что 1100 рублей, которые имеют в агропромышленном комплексе наши люди, аграрники в сельском хозяйстве, позволяют нам еще делать такую задачу максимум, чтобы еще добиться лучших результатов. До удельников и гостей областных дожинок звернулся президент Беларуси Александр Лукашенко. У привитальном адресе слова «подяки» за досягнутые поспехи. Вы немало попрацовали и собрали годный ураджай. Гомельшина займает одно из ведучих местов по выросшиванию кукурузы. Молочная продукция мясовых заводов з'является беларуским брендом, який ведомый далека за межами краины. Областные дожинки – это не только подведение выника, а теперь за все свято працевников везки. Добрый настрой имкнулися створить на каждом подворку. Демонстрации собранного ураджаю самобытными местовыми обрадами и народными спевами. СЕРУДВЫЙНИКОВ 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 СЕРУДВЫЙНИЕ РАБОТЫ АГРОПРАМЫСЛОВАГО КОМПЛЕКСУ Гомельской в области РОСТ ВЫРУШКИ НА ДВА СПАЛОВЫЙ ПРАЦЕНТЫ. ПРАДПРАЕМСТВЫ ГАЛИНЫ ЭКСПАРТАВАЛИ ПРАДУКЦИИ НА ДВЕСТА ТРЫСЯТЬ ЧАТЫРЫ МИЛЬОНЫ ДОЛЛАРУ. Гэта 103% ДА ОТПАВЕДНАГА ЛЕТАШНЯГА ПЕРЕДУ. ПРАЦА ГРАРЕУ – Гэта залог харчовой безпеки, социальной стабильности и гарант добробыту. Специфика территории – это очень важная составляющая. И погодно-климатические условия, и бальной земли, конечно, накладывают определенный отпечаток. Поэтому Гомельщин – это трудолюбивые люди, очень ответственно относящиеся к делу. И для того, чтобы получить тот результат, который сопоставим с другими областями, еще раз повторюсь, надо работать в два раза больше. Поэтому у меня очень уважительное отношение к жителям, труженикам села, потому что это очень работящие люди, очень ответственны за свой порученный участок. И Гомельщина достаточно достойно держит свою марку. Гомельщин – это не аграрная область, это так на самом деле, если говорить о ВАЛ, в промышленности Гомельщину держат стабильно первое место в республике. Ну и очень стабильные, ровные результаты показывают на селе. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, Телера до компании «Гомель» с Речицы. Ключи от новых квартир отримали 60 шмадзетных семей из Гомельского района. Тут активно выращается питание за беспешение жильем этой социальной категории. В доме пять поверхов – стены с трехслойных энергоэффективных панелей. В двух и трех покоевых квартиры – покуль без оздобления. Будовництво у поселка Большавик вялося с протягнением державных субсидий. Новоселья святкуют семьи, которые имели потребу в поляпшении жильевых умов и стояли в Чарзе. Просторно, много места. Мы ютимся в двух комнатах маленьких в общежитии. А вот здесь каждому по комнате хорошо, уютно. Уютно мы сами, конечно, делаем, но все мне нравится. Пяти поверховка – зновой серой Гомельского домобудовнического комбината. Галлонная первая – система индивидуального оттепления. У каждой квартиры усталеваны уластный газовый котел. Это не ноу-хау. Такие дома у нас строятся повсеместно в республике и применили здесь. Возможно, для поселка Большавик это будет нечто новое. Но мы старались, чтобы жители ощутили тепло и уют в этих квартирах. Дом побудованный у рекордный термин – за шатры месяцы. На дворовой территории установлены детяшые пляцовки «Есть парковка». У кроковой доступности школы, детяший сад и гандлёвые объекты. У Гомельской области с начала года створено больше за 500 новых приватных предприемств. При этом половы в вытворшей сфере. Сярод новых гомельских предприемств – «Веда Транзит». Ранее на этой пляцовце был шклозавод, а лес банкуртовал и закрылся. Одновлять могутности взялся «Приватник». После рамонта линии на працу приняли больше за 300 человек. Дякуши заводу, держава значительно скоротила импорт слоеков и бутылек. Только 15% продукции идёт на экспорту Россию и краины Европы. На годы задуматься о поширении. Попыт на шклянную упаковку будет с каждым годом только расти. Зараз многие краины отмавляются от пластыка на корысть шкла, что становится, уплывая не только на экологию, а и на экономику. На заводе это пролешили загадя. Маркетинговые исследования очень длительные и очень долгие. То есть нельзя построить завод и потом думать, куда и кому это продать. Чтобы продать, снижать стоимость или останавливать мощности. То есть маркетинговые исследования. И лучше всего развивается, я так опять же предполагаю, бизнес, когда люди, которые начинают заниматься чем-то новым, этим новым они в какой-то мере всегда занимались. С початку года в регионе створено 500 новых приватных предприемств. Но по кольке перетворить идею, соправданный конкурент на сдольный проект не так просто, как сдаётся. Держава створает для этого необходимые умовы. Кали выконкам и бизнес, это упершу чергу деловые партнёры. Мы предлагаем для развития бизнеса промышленные площадки, которые обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Также предлагаются для сдачи в аренду промышленные и не только промышленные площадки на крупных предприятиях. Предлагаются земельные участки для создания крупных и не очень крупных промышленных объектов, объектов сферы торговли, услуг, логистические центры. То есть стараемся найти интерес для каждого инвестора. С начала года приватный сектор працевладковал больше за 3 тысячи жахаров региона. По статистице, каждое другое працевное место сегодня припадает на долю малого и среднего бизнеса. Чистая пятная вода пришла у агрогородок Маложин Барагинского района. Тут побудовали новую станцию обезжелезвания. И она целиком автоматизована и различена на беспиропинную працу. При этом станция достаточно невеликая. По мерам с гаража легитых могутностей хопает, чтобы очищать каля 500 кубометров воды в сутки. Внутри установлено альчинное обсталевание, и оно дозволяет снизить утромание железа в 10 разов. Станция обезжелезная работает полностью в автоматическом режиме. В автоматическом режиме понимают, что здесь нет обслуживающего персонала. Она полностью диспетчеризирована, и вся управляется из центрального офиса район-комхоза. У Маложениколя 500 же хороу. Пытание будовництва станции для их особливо острое. До вводу объекта пятная вода у Весы не отповедала санитарным нормам. У нас машины стиральные. Приходилось постоянно покупать средства, чтобы не было накипи. Вода была ржавая. Ванны приходилось постоянно чистить, чистящими, хорошими, санексом, допустим. Ну и в чайнике постоянно накипь. Либо приходилось набирать воду в ведро, которое стояло долго, потом она отстаивалась. А для пятя мы вообще, допустим, ходили и брали в колодец. Все лето в Гомельской области продовлежено будовництво 44-х станции обезжелезования. Это дозволит забеспешить чистую воду около 30 тысяч человек. При выборе объектов приоритет отдается населенным пунктам с наибольшей колькостью жихоров. А так само тем, где наибольшие покажики по утрыманию железа в воде. У Гомельских ВНУ короняются электронные студентские билеты. Их выдали першокурсникам ГДУ Мяфранциска Скарыны и студентам-медикам. Карта объединяет у собой несколько функций. В первой черте она подтверждает особу студента. А кроме того, в этой шее платежная банковская картка и читательский билет. С программы информатизации Гомельских ВНУ познайомились наши корреспонденты. На вучальный день студентов начинается не с кавы, а с маленькой пластиковой картки. Без ее не трапить ни на занятки, ни в интернат. Дареши таких турникетов во университете имя Франциска Скарыны каля 20. И на кожну усталевали сшитвальник, а в пластиковую картку обудовали чип. Так классичный студентский билет перетворился в мультифункциональный документ. В сентябре нам выдали такие новые карточки студенческие. Это очень, на мой взгляд, удобно, интересно, современно, потому что мы очень много времени проводим с гаджетами. Это и учеба сейчас, и развлечения, и общение в интернете. Поэтому это очень современно, это новые технологии, интересная вещь. Функции пропуску и студентского посвечения не одины. Пластиковая картка – это одночасовый и читатский билет во университетскую библиотеку и международная банковская картка, на которую наличивается стипендия. До коронения такого документа и шли целый год. Первыми уладальниками стали 1200 першокурсников денной и завошной формы научания. Мультифункциональная карта обеспечивает работу в читальном зале университета. То есть на карту может быть записана литература, записана, списана в электронном варианте. Но эта работа была проделана заранее. Действительно, каждая книга причипирована, тоже есть чип. И вот с такими книгами уже можно работать, как бы электронную запись проводить. В обод университета затекают и иншие ВНУ. Идею, литерально, празмесяц укоронили и в медуниверситете. Студентские мультипашпорты отрымали амаль пау тысячи першокурсников. Их картки, пакуль працуют, только як пропуск. Студентское посвящение и банковская картка. Функции электронного билета от шитерша пакуль нема. Але укоронить их это планы администрации ВНУ. Наш Гомельский государственный медицинский университет является относительно молодым. Но, тем не менее, идет в ногу со временем. И я считаю, что внедрение данных карточек – это очень успешное дело. Мне пользоваться данной картой очень удобно, так как нужно носить меньше документов с собой, потому что все совмещено в данной карте. Найближайшие планы гомельских ВНУ – зарабить функционал пластиковых карток больше широким. До приклада ГДУ имя Франциска Скарыны в будущем начнет супрационерство с библиотечной системой. Это нужно для того, чтобы студентские мультипашпорты используются как читательские билеты не только в университетских библиотеках, но и в громадских. В Тымлику и в самой буйной библиотеке региона имя Ленина. Гана Ковалева, Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель» при подтримце АТН. Опошний урожай в Осинском лесе. Грибники региона у основным закрыли сезон тихого полевания. Але застались аматоры сдобыть гриб и в листопаде. На двор ее опошние дни дозволило. Хтости хвалится урожаем в социальных сетках, а хтости выращает показать усим свои грибные знаходки. Вы знаете, из 10-ти из 20-ти может быть один нормальный, остальные три ливия. Гомельшанин Эдуард Романько – грибник за маль 80-годовым стажем. На днях принес лесу опеньки такого померу, який за свой век николи не бачил. И он выросил, что не сфотографовать або снять на камеру, такой прыгажось, а расстанить находку только, как ежу, просто немогшима. До того ж досвеченного грибника сбянтежили померы с добычей. Потребовалось экспертное заключение и на оголо знака значности знаходки. Развеяли сомнения и оценили выник тихого полевания науковые супрационники Гомельского института лесу. То, что мы видим сейчас, это плодовое тело только. А сам по себе гриб – это более сложный организм, состоит из белого мицеля. Вот, если вы посмотрите здесь, вот здесь хорошо можно показать. Это в целом характерно для грибов, предела роста у них нет. Ну, вот таких крупных опят, тут даже, понимаете, как не столько его высота, сколько диаметр ножки для меня. Вот я первый раз такую вижу. Раньше, пока был молодым, так я увлекался, занимался, бегал, собирал. Ну, только для себя. Только для себя. А сейчас мне уже 84-й год. Забежал просто в лес подышать таким свежим воздухом, ободрить себя. Боровики большие есть, все это есть. А вот опять впервые я его встретил. Грация и прыгажость. У дельницы конкурса «Мисс Гомель-2019» протягивают подрихтовку до финального шоу. И оно пройдет с 7-го снежня на сцене городского центра культуры. Ганна Корольчук погутерила с девчатами и поназирала за их занятками. После кастинга организаторы конкурса добрали 14 финалисток. Все роды студентки и молодые наставницы – акушерка, бариста, администратор, цырульница и фитнес-тренер. На протягу месяца яны займались дефилей, актерским майстерством, взмогались у интеллектуальной гульни и приняли уделу фотосессии для онлайн-голосования. У понеделок начнется хореография. А зараз проходят вздымки социального видеоролика, о котором конкурсантки повинны рассказать про свою социальную позицию. Как показать не только свои внешние дадины, а ли раскрыться як особо, кожная девчина заявит свой лозунг и расслумачить, якая проблема я ей хвалюю. Моя социальная позиция – это помощь пожилым людям. По моему мнению, практически каждый человек преклонного возраста нуждается в определенной помощи, так как уже нет было энергии и сил. Помогая пожилому человеку, прежде всего, вы сами для себя становитесь примером для подражания. Помощь может быть в мелочах. Как элементарно уступить место в автобусе, помочь донести тяжелые пакеты и просто душевно поговорить. Каждый человек нуждается в общении, уважении и внимании. Когда я была маленькая, ездила в Испанию по чернобыльской программе. Мои испанцы не установили ребенка с Эфиопии, ребенка с Африки. И дело в том, что когда мы за столом недоедали, либо выкидывали свою еду, они на нас очень сильно ругались и говорили о том, что в мире очень много детей, которые умирают от голода, которые умирают от недоедания. Я стала исследовать эту тему, и на самом деле это оказалось так. Выяснилось, что каждые 7 секунд умирает ребенок от голода, либо от недоедания. И вообще, в принципе, ежегодно умирает около 6 миллионов детей от голода. Они, которые не просто делятся своими социальными позициями, а и пропонуют реальные проекты по решению проблем. Так, будучи архитектор, а зараз студентка Белорусского державного университета транспорту, Катерина Белокопытова, захопляется росписом стен. И она за одногруппниками размалевывала стену у середней школы номер 49, у детячей областной больницы и детячем отделении Гомельской психиатричной больницы. Девчина уверена, что стены могут примусить думать, а на окольной осеродзе – это фактор развития особой детятия. И оно должно быть интересным, наткнуть на фантазии и развожание. Где большую часть своего свободного времени проводит ребенок? Это школы, детский сад, досуговые центры, учреждения здравоохранения. И находясь в вышеперечисленных местах, меня всегда окружали стены однотонных холодных оттенков, стены больницы. Меня всегда вызывали чувство боли, страха, и хотелось поскорее вернуться домой. За школу повезло больше. Я училась в художественной школе. И в школе у нас на каждом этаже висели картины наших выпускников, а стены начальной школы были расписаны профессиональными художниками. И как бы часто там не приходило, всегда находилась какая-то деталь, на которой останавливался взгляд. Готовое видео у всех худельниц можно будет увидеть на финале конкурса. А подтримать девочин можно будет загадя в онлайн-голосовании на сайте Гомельских ведомостей. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Отчуть атмосферу Парижа 19-го ста годя можно у картины галереи Гаврила Вашенки. Тут открылась выстава литографии французского мастака Анры де Тулус-Латрека. Экспозиция поделена на три блоки. Первые представлены ранними портретами и творами анималистичной тематики. Другая частка познайомится светом Кабаре, районом Манмартр и повседенным житем куртизанок. Яши Одинблок просвешены позднему периоду творчести мастака цирковым замалевкам, театральным афишам и рекламным плакатам. Его увлечение восточной живописью, восточной графикой позволили немножко выделить среди его работ более емкие, более броские, более лаконичные образы, которые зачастую привлекали внимание простых обывателей. Поэтому отрекламировать новую велосипедную цепь или новую книжку, или новый журнал – то, что он мог и делал. Анры де Тулус-Латрек – самый яскравый простовник творшей элиты Парижа конца 19-го стагодия. За короткий шаг творчести – мастак помер у 37-го года – покинул великий след у истории сусветного мастацтва как простовник постимпрессионизму. У его работах за показным близком богемного життя хавается соправдный, не за все депривабный твар реальности. Выстава у Пишиню экспонируется в Беларуси. Убачить ее в Гомеле можно до 12-го студеня. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте и в интернете по адресу www.trgomil.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире.